Лекция по Бхагавадгите, как она есть, вторая глава, текст из 59 по 69, прочитанная Его Божественной Милостью Бхакти Виданта Свами Прабхупады летом 1966 года в Нью-Йорке. Те, кто склонны к изучению санскрита, могут прочитать эти важные слова. Ниваттатэ, ятто, япи, каунтэя, пуршасчья, випасцитаха, индрьяни, праматхини, храндхи, прасабхан, банах, ваони, сарвани, санжамья, жутта, асита, матпара, басехи, ясна, индрьяни, тасна, праджья, пратиститаха, Этот стих мы обсуждали в прошлую пятницу. Сейчас мы обсуждаем тему, как перенести свою деятельность с материального уровня на духовный уровень. В этом состоит вся идея. Как я уже несколько раз объяснял вам, материальный уровень означает вишая. Вишая означает четыре вещи. Ахара, нидра, бая, майдхуна. Еда, сон, оборона и совокупление. Все это называется вишая. Материалистичный образ жизни Это вот эти четыре вещи. Еда, сон, оборона и совокупление. То есть чувственное наслаждение. Но если мы хотим перейти на духовный уровень, тогда для нашего нынешнего состояния мы должны, по крайней мере, отрегулировать эти запросы тела. Мы не сможем без всяких ограничений наслаждаться материальной жизнью и в то же время находиться на духовном уровне. В этом весь смысл. Это очень серьезная проблема. Все мы хотим быть духовными людьми только через спекуляции, только занимаясь спекуляциями. Такова всеобщая тенденция. Люди настолько интересуются философскими спекуляциями, но при этом они не имеют никакого интереса к практической духовной жизни. В современный мир говорится «Яшуартхи дхарма яджинам». Таков признак этого века. Яшуартхи. Человек думает «Я хочу иметь отношение к какой-то духовной организации просто ради славы, чтобы говорить, да, я имею отношение к этой большой организации, к этой знаменитой организации. Но что касается моей жизни, она просто такая, как она есть. Моя жизнь такая, как она есть, пусть остается такой же. Я видел таких людей, я не хочу называть имен, в одном институте йоги я видел там людей, они приходят в этот институт, они слушают, уже последние 10 лет они приходят туда и слушают, но, к сожалению, они не усвоили даже предварительного, начального наставления йоги. Весь процесс йоги это индрия-самьяма, то есть контроль чувств, контроль чувств. Но я увидел, что у них нет никакого контроля над чувствами. Весь процесс йоги заключается в том, чтобы контролировать чувства, ничего другого. Патха-йога это практика различных асан, сидячих поз и дыхательных упражнений. И все это делается для того, чтобы сконцентрироваться на сверхдуше, сфокусировать свое внимание на сверхдуше. Наш ум очень обеспокоен. Наш ум рассеивается на столь многие занятия. И поэтому требуется йогический процесс для того, чтобы сосредоточить свой ум, то есть это механический процесс, с помощью которого я отстраняю свой ум от внешних занятий и направляю его на внутреннее. И пытаюсь сфокусировать ум на восприятии и реализации сфер души. Итак, на начальной стадии требуется контролировать чувства. Неконтролируемое чувство стащит меня на материальный уровень. Это очень замечательный стих из Бхагаватума. Матинна Кришне и те, чей ум направлен только на их чувственное материальное наслаждение, не могут войти в сферу духовной жизни. Матинна Кришне это философия Кришны, сознание Кришны. Мати означает внимание. То есть внимание к сознанию Кришны. Матинна Кришне Паратос Сватова. Даже если человек слышит наставления ученых-трансценталистов или он, может быть, пытается сам познать все. Парата означает принимать наставления от других. А свата означает саморазвитие или самообучение. Матинна Кришне Паратос Сватова Митхова Митхова означает коллективно. На означает никогда не произойдет. Матинна Кришне Паратос Сватова Митхови Падьета Гриха Вратанам Гриха Вратанам означает дом, а врата означает обед. Тот, кто дал себе такой обед, утвердившись в том, что это материальная жизнь, ешь, пей, веселись и наслаждайся, это все. И ничего другого, кроме этого, нет. И для таких людей не может быть речи о духовной жизни. Мы должны выбрать для себя либо материальную жизнь, либо духовную жизнь. Это два разных угла зрения. если мы делаем больше ударения на материальной жизни, на материальном образе жизни, тогда для нас не будет возможно какая-либо духовная реализация или духовное освобождение. Как мы уже несколько недель последних обсуждали, вся идея заключается в том, что я есть дух, я есть чистое сознание, и я помещен в такое положение, когда я вынужден быть в контакте с материей, так или иначе. нет необходимости, даже нет необходимости прослеживать, как это произошло, но факт, то, что я помещен в эти материальные условия, и поэтому вследствие того, что я нахожусь в этих материальных условиях жизни, я подвергаюсь страданиям, столь многим страданиям. Вся идея заключается в том, что мне нужно выбраться из этого соединения с материальным и восстановить себя в чистой духовной жизни, для того, чтобы освободиться от всех несчастий, от всех страданий. Ведь духовная душа в своей чистой форме есть садчатананда. Она вечно, она блаженна, и она полна знания. Итак, здесь дана вся программа. Вишай и Вини Вартанте. даже система йоги, система йоги, когда человек с помощью механического процесса пытается сосредоточить свой ум и оторгает свой ум от других занятий. Это также насильственное отторжение. Это тоже делается через силу. невозможно достичь результата с помощью искусственных средств. Прежде всего, нужно понять, я не есть это тело. Если мы не поняли этого, ничего не получится, если мы будем пытаться контролировать свои чувства с помощью какой-то телесной деятельности. Так или иначе, это все будет искусственным. На днях я приводил один пример великий йоги, такой как Вишвамитра. Он практиковал йогу, и он поднялся на высочайший уровень, но все же ему не удалось проконтролировать свои чувства. Он соединился с Минакой, куртизанкой из райских планет, и от этой связи родилась Шакунтала. И здесь в Бхагавадгите говорится «Вишаевини вартанте нирахарасиадыхина». Существуют определенные правила и предписания для того, чтобы иссушить нашу чувственную деятельность, просто искусственно высушить. например, такое предписание «Ты не должен есть больше одного раза, ты не должен делать это, ты не должен делать то». Так много запрещений и отрицаний, как, например, человек во время болезни, врач советует ему воздерживаться от очень многих вещей. Точно так же существуют правила и предписания для контроля ума, для обуздания чувств. Существует так много правил и предписаний, но все же все эти предписания, все эти ограничивающие правила тоже могут не подействовать. Существует так много примеров, иллюстрирующих это. Но здесь в Бхагавадгите рекомендуется процесс. Нам советуется привести свое сознание в гармонию с высшим сознанием. И это является высшим. Это является высшим. Расаваджам Расопиасия Парамдриштвани Вартаты Парамдриштвам. Я приведу вам практический пример относительно других процессов. Например, в процессе йоги существует строгое предписание. Вы не должны есть это, вы не должны есть то, вы должны есть вот так, вы должны сидеть вот так, вы должны дышать вот таким образом. Так много разных предписаний. Но, с другой стороны, вы можете просто установить гармонию своего сознания и высшего сознания. Несмотря на то, что вы будете пытаться следовать многим наставлениям, если вы не установили этой гармонии, вам не будут нравиться вот все эти ограничивающие вас вещи. Расаварджам, Расопиасия, Прамдриштвани Вартаты. Вам не будут нравиться эти ограничения. Потому что, если я говорю вам, не делай это, это означает, что вы будете воздерживаться через силу. Но другой процесс заключается в том, что вы не будете делать это сами, вам не будет нравиться делать это самим, если вы действительно возвыситесь. На днях я приводил пример Ямуначаре. Ямуначаре говорил, с тех пор, как я подчинил свое сознание высшему сознанию Кришны, ядавадхи имаматчета Кришна Падаравинда, с тех пор, как мое сознание сосредоточено в трансцендентном служении Кришне, ядавадхи, мое лицо кривится, и у меня появляется желание плюнуть на все это. Один процесс подразумевает то, что вы должны отказаться от этого, отвергнуться от этого. А другой процесс заключается в том, что вы не захотите заниматься этим, даже если на вас не наложены какие-то ограничения. То есть, этот процесс настолько совершенный. Кришна говорит о Расопи. Даже если у вас есть еще это желание, вам не будет хотеться осуществить это желание. Несмотря на то, что у вас есть все возможности, у вас есть вся свобода действий, вам не будет хотеться делать это. Расаваджам Расопи Асием, несмотря на то, что у вас есть все возможности, все шансы делать это. Но это не означает, что человек стал импотентом и что он просто не в состоянии заниматься сексом, несмотря на то, что у него есть все силы и все возможности. Ему просто не хочется делать это. Он думает, что это такое? Понимаете, наступает такая стадия. Почему? Потому что у него появились более высшие занятия. Выше, чем секс. Те занятия, которым он желает посвятить себе. И так, этот процесс настолько совершенен. Другой процесс, когда человек отстраняет свои чувства от наслаждения через силу, это насильственное отторжение чувств может и не получиться. То есть, иногда это не срабатывает. Но когда человек подчиняет себя трансцендентному любовному служению Всевышнему Господу, он становится полностью отреченным от всей этой вишаи. Вишаи означает еда, сон, оборона и совокупление. Наш ум настолько силен и так не контролируем, что даже несмотря на то, что мы пытаемся искусственно контролировать свои чувства, все же иногда нас постигает неудача. Как, например, постигла неудача Вишвамитру Муни. Випашчита означает очень ученый человек, очень образованный человек. Не какой-то человек, но образованный ученый человек, даже когда он пытается контролировать свои чувства, и это тоги, беканты, прушаси и пашчита, индрияне и прама. Но чувства настолько сильны, что в какой-то момент они могут отказаться подчиняться, даже если это очень ученый, образованный человек, который знает все и пытается контролировать. Поэтому, в соответствии с физическим указаниям, в общественном устройстве есть такая традиция, особенно это касается Брахмачари, и не только Брахмачари. Брахмачари означает «человек в период ученичества», и также это правило касается трех других ступеней жизни, то есть вонапрасто без него отречения и саньяса. Людям этих трех укладов в жизни строго-настрого запрещается общаться с женщинами, разрешается общаться с женщинами только домохозяевам, то есть с женатым людям. Другим же Брахмачари, вонапрасто, саньяси, строго запрещается иметь какое-либо общение с женщинами. И это указание приводится в следующем стихе. «Матрас вас, раду хитрого». Налагается такое строгое ограничение. В этом стихе говорится, что человек не должен сидеть в уединенном месте, даже вместе со своей матерью, с сестрой или с дочерью. А почему балаваны дриаграма, виду амсама пикаршати, чувства настолько сильны, что они могут сыграть в плохую игру, даже если человек является образованным и ученым? Здесь то же самое говорится в Ипашчита. Даже если человек образован, даже если он пытается ограничивать себя как-то. Ята тох, япи каунты, яндри яни, праматхини. Праматхини означает, что чувства настолько безумные, что они могут выйти из-под нашего контроля. Весь смысл в том, что если мы хотим стать продвинутыми в духовном отношении, мы должны свести к минимуму свой материалистичный образ жизни. И то, и другое никак не может сочетаться. Если мы действительно хотим духовного продвижения в жизни, то мы не можем продолжать ничем не ограниченную материалистичную жизнь. Мы должны придерживаться определенных предписаний, ограничений, правил. Пока у нас есть это тело, мы вынуждены удовлетворить свои материальные чувства. Это не означает, что отныне я не буду есть, я не буду спать, я не буду защищаться, я не буду зачинать детей. Нет, это разрешается, но это позволяется с таким расчетом, чтобы человек понимал, что в какой-то момент он вынужден будет отречься от всего этого, от всех этих материальных потребностей. В этом весь смысл. И этого уровня можно легко достичь, если мы занимаем в этом свои чувства, или используем в этом свое сознание. Когда я использую свое сознание в трансцендентном любовном служении высшему сознанию, тогда все это происходит автоматически. И в этом случае, даже если есть причина или повод к тому, чтобы я упал, я не упаду, если я нахожусь в таком сознании. Даже если есть искушение, приманки, все равно я не упаду, потому что парамдриштва, потому что я увидел такое наслаждение, испытал такое наслаждение, которое намного-намного превосходит это материальное наслаждение. Итак, мы должны прийти к такому пониманию, к этому смыслу. А что это за смысл? «ТАНИ САРВАНИ САМЬЯ МЯ, ЮКТА СИТА МАТ ПАРАГА» Господь говорит, «Ты можешь контролировать свои чувства САРВАНИ». Существует так много чувств. «Ты можешь контролировать свои чувства ЮКТА СИТА МАТ ПАРАГА» если ты используешь эти чувства в служении мне. Поэтому в преданном служении все начинается с арчана. Арчана — это процесс, который дает занятие всем чувствам, как, например, глаз, ухо, язык, нос, руки, ноги. У нас очень много чувств. И у каждого чувства есть свое особое занятие. Как, например, мы занимаем свой язык и свои уши в слушании трансцендентного звука Харе Кришна. Мы даем им такое занятие. Нам хочется слушать хорошую музыку, мелодичную музыку. Но если мы занимаем свои уши в процессе слушания мелодичной музыки, которая имеет отношение к Верховному Господу Кришне, есть много песен, прославляющих Господа, не только на санскрите, но также написанные на других языках. Все эти песни прославляют Бога. Если мы попытаемся слушать эти прославления Господа со своими ушами, тогда наши уши не будут слушать другие песни. Парамдричтвани вартате. То же самое касается нашего языка. Если я укрепился в своей решимости есть только пищу, которой предложено Кришне, тогда, естественно, проблемы, связанные с контролем еды, уменьшатся. И по мере того, как я продолжаю есть пищу, вначале предложенную Кришне, естественным результатом будет то, что мой язык будет контролироваться. Если я хочу контролировать свои другие чувства, тогда мое первое дело это контролировать язык, потому что, если мы не можем контролировать язык, невозможно будет контролировать также другие чувства. Поэтому, когда мы принимаем нашу пищу, перед этим мы поем эту чудесную песню, чудесную молитву Шарира Видирджал Джодандрия Тайя Кал. В ней говорится, материальное тело — это комок невежества. Шарира Видирджал Джодандрия Тайя Кал. А материальное чувство, подобное кала. Кала означает о ядовитой змеи. Среди всех чувств язык — это самое жадное чувство. Понимаете? Язык постоянно желает поглощать множество изысканных блюд. и его очень трудно контролировать. Кришна, Господь Кришна, так милостив, что для того, чтобы контролировать мои чувства, язык, прежде всего, Он дал мне так много чудесной пищи, чтобы мой язык контролировался, когда я ем эту пищу. Весь смысл заключается в этом. Тани-сарвани-самьямя-юкта-асита-мат-параха. Мы должны всегда помнить о том, что для достижения духовной жизни требуется великая скеза. Это великая скеза. Но, несмотря на то, что это очень трудно, возможно, вы знаете, что в Пуранах, в ведической литературе, можем подчеркнуть информацию о том, как мудрецы подвергали себя скезам в течение многих-многих лет. Мы знаем это не только из Пуран. Можете посмотреть на примеры Господа Будды, Господа Иисуса Христа, Господа Читания, Шанкарачарии, приход которых еще помнит наша современная история. Они достигли духовного совершенства, подвергая себя скезам в течение многих-многих лет. Духовное совершенство не так-то легко достижимо сейчас так много различных групп, различных лекторов, и неверно считать, что достичь духовного совершенства можно просто слушая хорошие лекции какого-нибудь человека. Нет. В этом случае нет никакой практики. Здесь нет никакой практики. если мы на самом деле серьезные в отношении того, чтобы достичь духовного совершенства, мы должны иметь умонастроение перенесения жертвы. В этот век, по милости Господа Читания, этот путь к достижению этой цели сделан для нас очень легким. Этот путь сделан очень легким для нас. Что это за путь? Харе-нама, 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 Харе-нама. Просто благодаря воспеванию святого имени Господа, либо этой Харе-Кришна мантры, Харе-рам, Харе-рам, Рам, Рам, Харе-харе, либо любого имени Бога на любом языке это не имеет значения. Но рекомендуется повторять именно эти имена, потому что Господь Читания, сам Господь Читания воспевал эти святые имена. Поэтому рекомендуется, что лучше повторять эти имена. Но по сути нет разницы. Однако, если вы думаете, ну, эти имена, эти святые имена поют хинду, индусы, я хочу повторять на свой манер, по-своему. Это также допустимо. Но насколько легким был сделан для нас этот путь? Ведь для достижения духовной жизни люди должны так много лет подвергать себя аскезам и налагать на себя различные ограничения. А здесь нужно только одно. Просто повторяйте святое имя Господа, и все придет к вам автоматически, со временем. Потому что в этот век аскеза, невозможно вообще. Никто не может совершать какие бы то ни было аскезы. Но из истории, из книг, из Священных Писаний, мы знаем, что никто не мог достичь духовного совершенства без аскез, без принесения какой-то жертвы. и нам нужно наложить на себя определенного рода аскезы. Эта аскеза заключается в том, чтобы занять свои чувства не в процессе удовлетворения самого себя, своих чувств, но в процессе служения Всевышнему Господу, подчинения своей независимости, своего сознания, высшему сознанию. Как, например, Бхагавад-гита. Арджуна представляет собой очень замечательный пример. Он установил такую гармонию между своим сознанием и Кришной. Вначале он не хотел сражаться, но после того, как он услышал Бхагавад-гиту, он подчинил Господу свои чувства. Если человеку нужно сражаться, то он должен сражаться вместе со своими чувствами. Человек, не имеющий чувств, не может сражаться. Чувства всегда остаются. Так что же сделал Арджуна? Он просто подчинил свои чувства чувствам Верховного Господа. Вот и все. Здесь говорится, вы можете контролировать свои чувства только когда вы занимаете эти чувства в служении Господу. Матпарага означает «мне», то, что связано со мной. И в Бхактира Саммитэ Синду также говорится «банда Кришна самбатэ юк там вараги мучатэ». Вам не нужно удерживать себя вообще от всего, но если вы подчинили себя Господу Нирбандхам, если вы установили свои чувства в гармонии с тем, что относится к Кришне, тогда ваше вараги, ваше отречение будет авторитетным. Единственное, что необходимо, не делайте это ради своего чувственного наслаждения, но делайте это ради удовлетворения Всевышнего. Вот и все. Такой должен быть лозунг нашей жизни. Я не буду делать ничего для своего чувственного наслаждения, но я буду делать все для удовлетворения Всевышнего. И такая аскеза, такое жертвоприношение, такая жертва сделают меня совершенно духовно-духотворенным и поднимут на совершенно духовный уровень, и моя жизнь останет совершенной. Ваше хи-ясь-ян-дри-я-ни та-си-я-пра-гя-пратиш-ти-та. Таким образом, человек должен контролировать свои чувства. Просто контролировать. Ваше означает под контролем. Ваше хи-ясь-ян-дри-я-ни. Тот, кто контролирует свои чувства, является совершенным в духовном смысле человеком. Но как держать чувства под контролем? Просто приведите эти чувства под контроль Всевышнего или под указание Всевышнего. Тогда вы станете совершенно духовным. Пратиш-ти-та. Хи-я-то биш-я-н-пун-са хи-я-то биш-я-ян-пун-са хи-я-те сан-гат сан-гат сан-гя-ти ка-ма ка-ма сан-гат-су-дха биш-я-я-те. Итак, биш-я-я. Если мы не контролируем наши чувства таким образом, устанавливая гармонию с Высшей Волей, тогда что случится? Что произойдет? Хи-я-то биш-я-ян. Поскольку наш ум всегда занят чем-то одним из этих четырех вещей. То есть либо едой, либо сном, либо обороной, либо совокуплением. Особенно наш ум интересуется совокуплением. Хи-я-то виш-я-ян. Хи-я-то виш-я-ян-пун-са. Когда мы даже просто думаем об этом, следующая стадия это сан-гас-тэшу-у-баджа. Мы привязываемся к этому. Мы привязываемся к этому. Например, вы читаете какой-то сексуальный роман. И вы думаете обо всем, что написано там. Думаете, думаете, и потом вы привязываетесь к этому. И вы хотите осуществлять все это на практике. Сам. Хи-я-то виш-я-ян-пун-са сан-гас-те шу-па-джа-те. Сан-гас-тэ-э-те кама. И благодаря этой привязанности развивается ваше вожделение. Камад крот убедяется. И если это вожделение не удовлетворяется, тогда вы начинаете гневаться. Это все появляется одно с другим. Крот хат-бавати саму-ха. Когда человек гневается, он перестает контролировать себя, и равновесие его ума нарушается. Крот хат-саму-ха. Саму-ха-тсмир-ти вибра-маха. То есть равновесие его ума нарушается. Я сам видел ссору двух братьев, и эта ссора дошла до такой точки, что один брат убил другого. Я видел это сам. Два брата ссорились, один брат убил другого брата, и его арестовали, и суд приговорил его к смерти через повешение. И тогда отец обратился с просьбой к суду. Он сказал, у меня было два сына, одного я уже потерял. Пусть хотя бы один, вот этот живет. И я на самом деле видел, как это происходило. так случилось, что по просьбе отца вот этого человека пощадили, ему оставили жизнь, суд простил его, и его не стали вешать. Я видел это. Посмотрите, крода, это приходит одно за другим. Это состояние становится настолько сильным, что для человека уже нет никаких препятствий, нет ничего невозможного для него, когда он находится в таком состоянии. И тогда смирите вибра-мага, смирите брамша от будхи-нашо. Будхи-нашо это означает, что человек теряет свой разум. Он забывает, что это за человек, которого он собирается убить. Будхи-наша. Будхи-нашит пронаши-ти. Как только человек теряет разум, он направляется в ад. И так происходят такие вещи. И мы продолжаем, тем не менее, нашу материальную жизнь, рождение за рождением, не только в человеческой форме, но и в других формах жизни. Не должны ли мы задуматься? Мы должны раз и навсегда прекратить в этой жизни заниматься подобной ерундой. Любой разумный человек, любой здравомыслящий и интеллигентный человек должен думать таким образом. Он должен думать, мне дана такая возможность, такая чудесная форма человеческой жизни в цивилизованном обществе с развитым сознанием. И я должен использовать эту возможность ради своего духовного совершенства, чтобы мне не нужно было страдать жизнь за жизнью от этих материальных мук. Такова должна быть решимость человека. Человек думает о чувственном наслаждении. И тогда человек привязывается к этому. И если его вожделение не удовлетворяется, он начинает гневаться. И из-за этого гнева он забывает себя. И тогда его разум утрачивается. И тогда человек может совершить нечто ужасное. Тогда он может совершить нечто ужасное. В действительности те, кто серьезно относятся к духовному просветлению своей жизни, должны пытаться контролировать свои чувства, но не силой, а регулировать чувства, занимая их тем, что относится к Верховному Господу, что имеет отношение к Нему. И тогда чувства человека очистятся. чувства, просто чувства, просто чувства. У Господа есть еще одно имя Хриши Кеши. Он владелец чувств. Я уже объяснял это вам. Он является владельцем. Я не владелец. чувства даны мне для моего наслаждения, поскольку я хотел этого. И сейчас ваши чувства уже как бы заняты в духовной жизни, но почему-то вы можете злоупотреблять ими. Если вы не используете чувства в служении Господу, вы злоупотребляете ими. И поэтому вы страдаете, поэтому у вас неприятности. И весь процесс заключается в том, чтобы изменить положение. Я должен использовать чувства в служении Господу, и тогда моя жизнь станет совершенной. Рага-две-шави-мухтай-сту. Если вы хотите достичь удовлетворения в себе, попытайтесь сделать это. Не пренебрегайте этим. Рага-две-шави-мухта. Вишая-надри-я-исчаран. Если вы позволяете своим чувствам быть распущенными, если вы распускаете свои чувства, не ограничивая их ничем, позволяете им заниматься материальным наслаждением, тогда вы не сможете обрести это удовлетворение. Но если вы хотите удовлетворения, если вы желаете получить настоящее удовлетворение, о котором уже говорилось, тогда Ахай-ту-ки-я-братихатай-я-ятмасу-праси-бати. Если вы хотите удовлетворения для своего Я, тогда вы должны практиковать это предное служение. Займите в этом служении свои глаза, свои уши, займите в этом служении свой нос. Арчина Витхи означает занять все чувства в служении Господу. Здесь, конечно, мы не видим такие примеры, но в Индии есть храмы, и в этих храмах Господа так чудесно украшают. Это большие-большие храмы, особенно во Вриндауне, где я живу. Там есть пять тысяч храмов, и из этих пяти тысяч храмов семь или восемь являются самыми значительными и очень древними. И я живу в одном из этих храмов, в храме Радха Дамодара. Во всех этих храмах преданные так чудесно украшают Божество. Они заняты в этом служении двадцать четыре часа. Рано утром проводятся Мангала Арти, четыре часа утра. Господь пробуждается от Аснам, и первое поклонение называется Мангала Арти. Затем происходит Бога Арти. Затем Господа одевают, украшают, затем предлагают Ему пищу, и так далее, и так далее. Все преданные полностью заняты, а во множестве программ, которые проходят в храме, так много программ. Посмотрите, как прекрасно украшен Господь. Если вам нравятся великолепные украшения, просто украшайте таким образом Господа. Посмотрите, насколько искусно Он украшен. И это удовлетворяет запросы наших глаз. В каждом храме звучит чудесная музыка. Если вы придете туда, сядете, посидите какое-то время и послушаете, вы получите удовлетворение, ваш слух будет удовлетворен, ваши глаза будут удовлетворены, и затем вы можете принять прекрасную, наивкуснейшую пищу, предложенную божеству. После того, как Господь вкусил, вам предлагают этот просад остатки пищи Господа. И там такие традиции, и это не только во Вриндавне, в каждом городе продолжает существовать такой уклад жизни. Это означает, что наши чувства могут быть заняты различным образом в служении. Они заняты в духовной деятельности, и этот процесс очень хорош для неофитов. Процесс арчина или поклонения божеству в храме, это очень хороший процесс для начинающих преданных. Но если такое служение невозможно, тогда просто можно прославлять Господа этой простой молитвой. Петь эту молитву. И эта молитва несомненно возвысит вас до высочайшего уровня, если вы будете делать это очень хорошо и серьезно. Атма ваше арвидхи атма прасада матхи гачхати прасады саравадук ханам ганир асьопаджайаты И как только вы получите удовлетворение, тогда вашим страданиям и несчастьям придет конец. Прасады саравадук ханам ханирас йопаджайаты прасан начата сах яшу будхи парьявати штаты Если вы действительно желаете счастья, тогда вы должны задействовать свой разум в этом процессе духовной эмансипации, духовного освобождения. Без этого Настя Будхира югтаси у человека, который не может задействовать свой разум в этом процессе, нет никакого другого пути. И если вы желаете покоя и мира, без этого процесса этот покой и мир также не будет возможен для вас. Таким образом, нужно принять этот процесс индрияна мхичаратам ян ман нивид я тад не сможете сосредоточить находиться в тревоге, точно так же, как раскачивается лодка на реке, подталкиваемая сильным ветром. Вайурнавамы в Абхаси. Тасмадьяся махабахо, негрихи тани сарвашага, индрияне ндриярти пьяс, тасиапраги апратиштита. Итак, кто же это? Духовный и совершенный человек. Тасмадьяся махабахо, негрихи тани сарвашага, индрияне, тот, кто совершенным образом контролирует свои чувства. Такого человека следует считать духовным и совершенным. Тасмадьяся махабахо, негрихи тани сарвашага. Негрихи тани означает, что он полностью ограничивает свои чувства, сдерживает свои чувства, не позволяет себе использовать чувства ради какой бы то ни было цели, помимо цели служения Господу. И это называется настоящим самоконтролем. Это по-настоящему чистые чувства, очищенные чувства. Тасмадьяся махабахо, негрихи тани сарвашага, индрияне, индриярти пьях. Индрия, нельзя позволять чувствам действовать свободно и распущенно. А нужно ограничивать их таким образом, чтобы эти чувства не могли действовать вне служения Господу. Они не должны действовать, когда они не заняты служением Господу. Это называется контроль чувств. Индрия, индриярти пьяс, тасия прагья пратиштита. Яниша сарва бутанам, тасиям джагарти сам ями, ясиям джагарти бутани, саниши пашья томуне. Таким образом, существуют две разновидности разума. Один тип разума такой. Человек использует свои чувства в неограниченном наслаждении. Другая же разновидность разума это когда человек использует свои чувства в трансцендентном любовном служении Господу. Предположим, человек оставил все материальное наслаждение и занялся духовным служением, трансцендентным служением Господу. Когда на это смотрит материалист, он думает, что это вздор. Он смотрит на этого человека и думает, он оставил все материальное наслаждение. Какой он бестолковый, какой он недотепа. он теперь занимается чем-то неопределенным, непонятным. То есть, такой материалист не понимает, что верно и что неверно. Он смотрит на все таким образом. И материалист смотрит на духовного человека и думает, что он спит в отношении наслаждения жизни. А духовный человек смотрит на материалиста и думает, что он за недотепа, что он за неразумный человек. Он получил эту возвышенную жизнь, человеческую форму жизни, сознательную жизнь. И он губит свою жизнь ради этих материальных чувств, материального наслаждения. Он не проявляет никакого интереса к духовной жизни. То есть, духовный человек видит, что материалист спит. А материалист видит, что духовный человек занимается ерундой. То есть, он спит. То же самое, что спит. А духовный человек видит, что материалист губит свою жизнь и занимается глупостями. Яниша Сарова Бутанам Тасьям Джагарти Самими Ясьям Джагарти Бутанис Аниша Паши Тумана Мы должны пытаться разобраться в том, как все происходит. Если вы в своей жизни действительно серьезны в отношении духовного освобождения, духовной эмансипации, тогда вы можете применить этот процесс, рекомендованный в Бхагавадгите таким образом, как практически продемонстрировал Арджуна. Если мы последуем этому принципу, тогда мы будем направляться в сторону духовного освобождения жизни, без всякого сомнения. Весь смысл в том, что мы должны сделать самую лучшую сделку, самую выгодную сделку, попав в невыгодное положение. По сути, чувства являются причиной моих материальных страданий и несчастья. Но в настоящем положении жизни я не могу уйти от этих чувств, как-то избежать их. Самое лучшее, если мои чувства будут заняты в служении Господу, тогда они автоматически будут ограничены, и они будут очищаться, и тогда моя духовная жизнь раскроется, и не всякого сомнения. Лекция по Бхагавадгите, как она есть, вторая глава, тексты с 62 по 72 прочитанная его божественной милостью А.Ч. Бхактивиданта Свами Прабхупады 19 декабря 1968 года в Лос-Анджелесе. Созерцая объекты чувств, человек развивает привязанность к ним, из привязанности рождается вожделение, из вожделения возникает гнев. Комментарий Тот, кто не обладает сознанием Кришны, во время созерцания объектов чувств, становится подвержен желаниям материального характера. Чувства необходимо вовлекать в какую-нибудь деятельность, а если их не занять трансцендентным любовным служением Господу, они сами обязательно будут искать себе занятия в служении материальному. Прабхупадам, да, здесь раскрывается секрет системы йоги, йога индрия сам йоги, истинная цель йоги контролировать чувства. Наша материальная деятельность означает, что мы занимаем наши чувства определенными объектами или каким-то наслаждением. Таковы наши материальные занятия. йога системы означают, что вы должны контролировать чувства и отказывать чувствам материального наслаждения, отстранять их как от материальных удовольствий, так и от материальной боли и направлять чувства на созерцание сверх души Вишну внутри вас. Такова истинная цель йоги. Конечно же, в начале существуют различные правила, предписания, как нужно сидеть правильно, в определенной позе, просто чтобы привести ум под контроль. Но они не являются целью сами по себе. Целью является прекращение материальной деятельности и начало духовной деятельности. И вот здесь это объясняется. Продолжай читать. В материальном мире каждое живое существо, в том числе Господь Шива и Господь Брама, не говоря уже о других полубогах на райских планетах, подвержено воздействию объектов чувственного восприятия. Объекты чувственного восприятия. И единственным способом вырваться из этого лабиринта материального существования является сознание Кришны. Из ведической литературы мы узнаем, конечно, иногда там говорится, что Господь Шива, Господь Брама также иногда привлекаются объектами чувств. Например, Господь Брама и его дочь Сарасвати считается самой прекрасной женщиной. Ее тело считается эталоном женской красоты в Сарасвати. Господь Брама прельстился красотой своей дочери и таким образом он просто показал нам пример, что даже такие великие, как Господь Брама, иногда прельщаются чем-то. Эта майя настолько сильна. Он забыл о том, что это его дочь. И чтобы искупить этот грех, Брама вынужден было оставить свое тело. Эта история описывается в Шиме Бхагаватам. И точно так же Господь Шива, когда Кришна появился перед Ним в форме Мохини Мурти, Мохини означает самая обворожительная, самая прекрасная женская форма. Господь Шива тоже стал сходить с ума от этой формы. И Господь Шива бежал за ней, куда бы она ни шла. И рассказывается, что бегая за Мохини Мурти, Господь Шива испускал семя. Приводятся вот такие примеры. Как говорится в Бхагаватгите, Дэви Хешегу на мои Мама Майя Дуратьея. Эта материальная энергия обвораживает, зачаровывает каждого из нас с помощью этой женской красоты. На самом деле, там нет ничего красивого. Это иллюзия. Шанкарачарья говорит, ты гонишься за этой красотой, но, может быть, ты проанализируешь, из чего состоит эта красота. Что это за красота? Это Дракта Мамса Викарам. Например, мои ученики Говинда Даси и Нарана Райна делают различные фигуры из гипса. Когда они создают эти фигуры, к ним не чувствуешь никакого влечения, но, когда этот гипс очень красиво раскрашивается, эти фигуры становятся привлекательными. Точно так же это тело является комбинацией крови, мускулов и вен. Если вы отрежете верхнюю часть своего тела и посмотрите внутрь, вы увидите, что там находятся только какие-то ужасные, отвратительные вещи. Но внешне это так замечательно раскрашено иллюзорными цветами майи. Это выглядит так привлекательно. И это притягивает наши чувства. Такова причина нашего рабства. мы связаны какой-то ложной иллюзорной красотой этого мира. Мираж. Это очень точный пример. Мираж. Что такое мираж? В пустыне отражается солнечный свет и создается иллюзия воды. Где там вода? Там нет никакой воды. Но животное, которое мучимо жаждой, бежит за этим миражом. О, там вода. Я удовлетворю свою жажду. Точно так же мы бежим за миражом. Мы стремимся к этому миражу. И в нашей жизни нет ни покоя, ни счастья. Поэтому мы должны направить свое внимание обратно на Господа. не бегите за этим миражом. Просто оберните свое лицо обратно к Господу, Кришне. Вот такая наша проповедь. Не направляйте свое чувство на иллюзорную материальную красоту. Просто направьте свое чувство на Кришну, на истинную красоту. И это сознание Кришны. Продолжай. Господь Шива однажды находился в состоянии глубокой медитации, но когда Парвати стала соблазнять его, он поддался, и результатом этого было рождение Картикеи. Вот здесь у нас сидит Картикея. Продолжай. Картикея. Харидас Тхакур был еще молодым бактой, его пыталась обольстить инкарнация Майи Деви. Вот здесь показывается разница. Господь Шива это величайший из полу богов. И его тоже соблазнила Парвати. И в результате этого родился Картикея. Это было устроено полу богами, потому что они договорились между собой, что если из семени господа Шивы не появится сын, они не смогут победить демонов. Картикея считается полководцем полу богов. И здесь же приводится другой пример. Харидас Тхакур. Харидас Тхакур был совсем молодым. Ему было может быть 20-24 года. Он воспевал Харе Кришна. и землевладелец этой деревни очень завидовал Харидасу Тхакуру. Чтобы опорочить его, он нанял одну проститутку. Эта проститутка согласилась и поздно ночью она пришла к Харидасу Тхакуру. Она была очень красиво одета, и это была молодая женщина. Она пыталась соблазнить Харидасу Тхакуру, но он не привлекся всем этим. Вот такая разница. Человек в сознании Кришны, даже если это обыкновенный человек, тот, кто не находится на уровне Господа Шивы или Господа Брама, такого человека никогда не сможет победить Майя. Но тот, кто не полностью находится в сознании Кришны, будь он Господь Шива или Господь Брама, Майя обязательно победит его. Что говорить о других? Таково положение. Продолжай. Когда Харидасу Тхакур был еще молодым преданным Господа, его пыталась обольстить инкарнация Майя Деви, однако он, благодаря своей безраздельной преданности Господу Кришне, легко выдержал это испытание. Искренне преданные Господа учатся чувствовать от вращения ко всяким материальным чувственным наслаждениям, поскольку общаясь с Господом, он обрел высший вкус к духовному наслаждению. Такой секрет успеха. Парам Дриштвани Вартате. Парам, если вы получаете что-то лучшее, вы оставляете низшее. Такова наша природа. Например, мои ученики, американцы, раньше все они были привязаны к мясоедению. Сейчас одна моя ученица готовит замечательные сладкие шарики, исконовские шарики, и все эти молодые люди забывают обо всяком мясе. Им больше не нравится никакое мясоедение. У них есть занятие получше, сладкие шарики. Вот точно так же и здесь. Если вы получаете занятие лучше, чем было у вас прежде, мы стремимся к наслаждению. Ананда Майо Бьясад. Каждое живое существо стремится к наслаждению. Такова его природа. Вы не можете прекратить это. Например, ребенок ищет каких-то наслаждений, и он ломает что-то просто для своего наслаждения. Он просто наслаждается тем, что он ломает какую-то вещь. Точно так же мы, находясь в этой материальной концепции жизни, не знаем, каково же настоящее наслаждение. Мы просто ломаем что-то и потом снова создаем. Я в некоторых местах в вашей стране видел такую картину, разбирают замечательное здание и потом на том же самом месте строят новое. Понимаете? Ломают, потом строят, ломают, строят. Они говорят, это здание уже старое, давайте сломаем его. Те же самые детские игры, понимаете? Они просто тратят свои силы, ценное время, которое выделено нам в этой человеческой форме жизни. Ломать, строить, ломать, строить. Эта машина уже бесполезная, давайте создадим другую, 69-ую модель. И тысячи людей заняты в производстве этой 69-ой модели. Понимаете? Что это такое? По сути, это ломать, создавать, ломать, создавать, больше ничего. Как дети. Понимаете? Итак, если человек не получает какое-то лучшее занятие, то есть сознание Кришны, несомненно, он будет занят в этом процессе ломать, строить, ломать, строить и так далее. Это детские занятия в Парамдриштване Вартатте. Что касается наших учеников в сознании Кришны, они хотели бы, чтобы в сутках было на два часа больше. У них так много разных дел, так много занятий. Если человек не занят в сознании Кришны, он обязательно будет занят в служении Майи. люди могут превозносить такую деятельность, говорить, вот, это такой денежный человек, такой богатый человек, он разобрал такое замечательное здание и потом построил на этом месте другое замечательное здание. Если судить по материальным критериям, может быть, это и является чем-то замечательным, но в духовном смысле это просто трата времени. Хари-хари-би-фали-джанама-агу-найну. Есть такая песня. Манушья-джанама-пая, Радха-кришна-набаджи-я, Джани-я-шуни-я-биша-кайну. Я сознательно пью яд. Яд. Почему яд? Это яд, потому что когда вы тратите время, отведенное вам в этой ценной человеческой форме жизни, это подобно тому, как пить яд. Например, человек пьет яд, и он не знает, какова будет его следующая жизнь, и он становится привидением. В наказание за то, что он покончил с собой, он не будет получать материальное тело еще много-много лет. Вы видели эту статью в нашем журнале «Бэк-то-Годхэд». Гауро Сундра написал статью об одном привидении. В Англии живет один дух, который до сих пор сражается с кромвелем. По ночам они до сих пор сражаются, раздаются звуки сражения. Итак, яд. Это означает, что в этой человеческой форме жизни вам предоставляется шанс заняться сознанием Кришны и вернуться обратно к Господу. Но если мы не занимаемся этим сознанием Кришны, не используем этот шанс, это означает, что мы просто заняты этим процессом. Разрушаем что-то, потом строим, разрушаем, потом снова строим. И таким образом мы просто пьем яд. Это означает, что в следующей жизни я буду заброшен в цикл рождения и смерти в какую-то форму из 8 миллионов 400 тысяч форм жизни, и моя жизнь будет потрачена впустую. Мы не знаем, сколько лет я должен буду путешествовать в этом цикле рождения и смерти, и поэтому это яд. Джания Шуния Биша Кхайну. Я знаю об этом, я слышу об этом, и все равно Джания Шуния Биша. Например, вор. Джания Шуния. Эти слова очень важны. Джания означает знать, а Шуния означает слышать. человек, в привычку которого вошло воровать, знает, если я буду воровать, меня посадят в тюрьму. И он также слышал из священных писаний, не воруй, иначе ты отправишься в ад. И так он слышал это из писаний, и он видел это своими глазами, он ощутил это на собственном опыте, но все равно, как только он освобождается из тюрьмы, он снова совершает ту же самую ошибку. Джания Шуния Биша Кхайну. Мы знаем об этом, мы слышим об этом из священных писаний, из авторитетных источников, из медической литературы. Мы знаем, я получил это обусловленное материальное тело, подверженное страданиям трех видов. Но все равно я не очень-то волнуюсь о том, как положить конец этим повторяющимся о рождении и смерти. Я пью яд. Джания Шуния Биша Кхайну. Хари-хари-би-пали-джанама-гонайну. Эти песни очень поучительны. Мы просто пьем яд, сознательно пьем яд. Продолжай. Однако тот, кто не обладает сознанием Кришны, как бы ни было велико его умение контролировать чувства, искусственно подавляя их, в конце концов, он неизбежно приходит к падению, ибо малейшая мысль о чувственном удовольствии побуждает его к удовлетворению желаний. Стих 63. Гнев порождает полное заблуждение, заблуждение затмевает память. Когда память в затмении, пропадает разум, а когда разум потерян, человек вновь падает в колодец материального мира. Наше положение таково. У нас есть это тело, тело означает чувства, а того, кто контролирует чувства, называют водителем чувств, и это ум. И ум устроен таким образом, его функция размышлять, чувствовать и желать. И это изучает психология. И ум находится под управлением разума. И над разумом находится я, я, духовная душа. как же мы становимся жертвой этой Майи. Это объясняется здесь. Гнев порождает заблуждение, заблуждение затмевает память. Когда память в затмении, я полностью забываю о том, что я не являюсь этим телом. Я духовная душа, агам-брамасми. Я неотъемлемая частица высшего Брамана, Духа, абсолютного целого. И об этом я забываю. Когда память находится в затмении, как только я забываю о том, что я духовная душа, я начинаю отождествлять себя с этим материальным миром, с иллюзией. И таким образом утрачивается разум. Я должен использовать разум для того, чтобы руководить деятельностью ума. То есть деятельность ума размышлять, желать и чувствовать. И поскольку мой ум не находится под контролем, мои чувства также не находятся под контролем, и поэтому я падаю. Таков анализ того, как устроено это тело. Продолжай. Стих 64. На человека, свободного от всех привязанностей и антипатий и способного контролировать свои чувства посредством регулирующих принципов свободы, нисходит милость Господа. Да, мы пали. Как мы пали? Мы пали на уровень чувственного наслаждения. Поэтому вы должны начать подниматься и нужно начать с контроля чувств. Таков путь самоосознания. Практикуете вы йогу или вы практикуете бхакти, предное служение. Нужно начать с контроля чувств в любом случае. Йоги и другие методы предписывают контролировать чувства насильно. Человек говорит, я отправлюсь в Гималайи и я не буду видеть там никаких красивых женщин. Я просто закрою свои глаза. И это насильственный метод. Вы не можете контролировать свои чувства таким образом. Есть много примеров этого. Вам не нужно уходить в Гималайи. Вы можете просто оставаться в Лос-Анджелесе и занимать свои глаза созерцанием Кришны. И тогда вы будете лучше того человека, который ушел в Гималайю. Потому что вы забудете обо всем остальном. Таков наш процесс. Вам не нужно менять свое положение. Просто займите свои уши слушанием Бхагавадгиты, как она есть. И вы забудете обо всей ерунде. Займите свои глаза созерцанием красоты Божества, красоты Кришны. Займите свой язык вкушением Кришны Прасады. Займите свои ноги тем, что вы будете ходить в этот храм. Займите свои руки работой для Кришны. Займите свой нос тем, что вы будете вдыхать аромат цветов, предложенных Кришне. И что же тогда смогут сделать ваши чувства? Ведь вы со всех сторон будете окружены. И тогда совершенство гарантировано вам. Вам не нужно контролировать свои чувства насильственным образом. Ты не должен смотреть сюда, ты не должен делать это, ты не должен делать то. Нет. Вы просто должны качественно изменить свою деятельность. И это поможет вам. Продолжай. Комментарий. Уже объяснялось, что при помощи различных методов можно добиться искусственного подчинения чувств. Однако, если эти чувства не заняты трансцензентным служением Господу, всегда остается возможность падения. Хотя может возникнуть впечатление, что человек, пребывающий в полном сознании Кришны, действует на чувственном уровне. Но на самом деле, благодаря тому, что он обладает сознанием Кришны, он не привязывается к чувственной деятельности. Единственной заботой находящегося в сознании Кришны является удовлетворение Кришны и ничего более. Поэтому он стоит выше любых привязанностей захочет, преданное может совершить любое действие, даже нежелательное с обычной точки зрения. Но если это не является желанием Кришны, то преданное не станет делать того, что сделал бы ради собственного удовлетворения при обычных обстоятельствах. Поэтому решение действовать или не действовать находится под его контролем, ибо только Кришна управляет им. Такое сознание это беспричинная милость Господа, и оно достигается преданным, несмотря на его привязанность к области чувств. Текст 65. Для того, кто таким образом удовлетворен в сознании Кришны, больше не существует трех видов страданий материального существования. По достижении такой удовлетворенности сознания, человек становится крепок разумом. Текст 66. Тот, кто не связан со Всевышним, не может иметь ни трансцендентного разума, ни устойчивого ума, без которого немыслим мир, а без мира возможно ли счастье? Все в этом материальном мире стремятся к миру, к покою, но люди не хотят при этом контролировать свои чувства, и поэтому это невозможно. Например, если вы больны, врач говорит вам, принимайте это лекарство, и соблюдайте эту диету, но вы не можете контролировать себя. Вы принимаете в пищу все, что вам нравится, и противоречите наставлениям врачам. Как же вы можете вылечиться? Точно так же мы хотим излечиться от этого хаоса материального мира, мы хотим мира процветания, но мы не готовы контролировать свои чувства. Мы не знаем, как контролировать чувства. Мы не знаем истинный принцип йоги, принцип контроля чувств. Поэтому мир невозможен. кутошанти аюктасия. Именно это слово употребляется в Бхагавадгите. Если вы не заняты в сознании Кришны, мир невозможен. Вы можете пытаться искусственно создать его, но это невозможно. Продолжай. Текст 67. Подобно тому, как лодку уносит сильным ветром, так и одно единственное чувство, завладевающее человеком, способно унести прочь его разум. Да, предположим, вы плывете в Тихом океане на какой-то лодке. Но если вы не способны управлять лодкой, одна волна этого Тихого океана может сразу же забросить вас на дно. Поэтому это необходимо. мы находимся посреди Тихого океана в этом мире майка самсара самудра. Это называется самудра. В любую секунду наша лодка может перевернуться, если мы не можем управлять ей. текст 68 поэтому усиленно руки тот, кто уводит свои чувства от их объектов, несомненно, находится в твердом уме. Да, тот, кто ограничивает свои чувства. Эта человеческая жизнь предназначена для того, чтобы ограничивать чувства. Тапа. Это называется тапасия, аскеза. Предположим, у меня есть какая-то привычка, мне нравится какой-то вид чувственного наслаждения. И вот я принимаю сознание Кришны, и духовный учитель или Священное Писание говорят, не делай это. Вначале я могу чувствовать какое-то неудобство от этого, но если вы способны терпеть это неудобство, это и есть тапасия. Это тапасия. Тапасия означает, что я могу чувствовать какое-то неудобство на уровне тела. Но я терплю это, и это называется тапасия. И эта человеческая форма жизни предназначена для такой тапасии, а не так, что поскольку мои чувства требуют какого-то удовлетворения, я сразу же предложу это удовлетворение своим чувствам. Нет, я буду воспитывать себя таким образом, что даже когда мои чувства будут требовать, дорогой господин, пожалуйста, дай мне вот это, я буду отвечать им, нет, ты не можешь иметь это. И такой человек называется госвами или свами. В настоящий момент мы сделали нашими господами чувства. Вот это наш свами. но если вы действительно становитесь господином чувств, тогда вы становитесь с вами или госвами. Вот в этом смысл слова с вами или госвами. Это зависит не от одежды, которую вы носите. С вами это тот, кто способен контролировать себя. Тот, кто не идет на поводу своих чувств. Тот, кто не является слугой своих чувств. мой язык может приказывать мне, пожалуйста, отведи меня в тот ресторан и накорми меня бифштексами. Как это правильно произносится? Бифштекс? Бифштекс. Так или иначе. Или какой-нибудь там жареный цыпленок. Язык приказывает мне, но если вы можете контролировать свой язык. Нет, я накормлю тебя сладкими шариками, не ходи туда. В этом случае вы становитесь господином чувств. Понимаете? Другие могут просто внушать себе не ходи туда, не ходи туда, но это невозможно. Языку нужно что-то замечательное, что-то интересное. Вы не сможете отказывать ему в этом. Это будет искусственно. Если вы даете языку что-то получше, чем этот жареный цыпленок или бифштекс или то или это, что-то еще, то он прекратит есть все это, то, что он ел раньше. Такова наша политика, наша линия. Мы можем дать вам, как это называется, жареные сырные шарики с рисом. Как это превосходно. Человек забывает обо всяком мясоедении. И такова наша линия сознания Кришны. Всем чувствам нужно дать что-то. Вы не можете искусственно ограничивать их. Это невозможно. Это невозможно. Другие пытаются просто искусственно остановить функции чувств. Но это невозможно. Наша политика тат-парат-вана нирмалам. Вы можете очистить деятельность чувств. Если вы заняты в сознании Кришны. И тогда чувства не будут беспокоить вас. Если вы хотите контролировать чувства, прежде всего вы должны контролировать язык. И тогда очень легко вы сможете контролировать другие чувства. Итак, вы занимаетесь свой язык воспеванием Харе Кришна и вкушением Кришна Прасада. И в этом случае вы видите, что все другие ваши чувства уже находятся под контролем. Таков ключ к успеху в процессе контроля чувств. Нужно начать с языка. Но если вы потворствуете языку и наслаждаете его, тогда вы никогда не сможете контролировать другие чувства. В этом секрет контроля чувств. Продолжай. стих 69-й. То, что для всех существ ночь, для владеющего собой время пробуждения. Когда же все живые существа пробуждаются, для мудреца, обладающего внутренним видением, наступает ночь. комментарий. Умные люди подразделяются на две категории. Одни действуют с умом ради материального чувственного наслаждения, другие обладают внутренним видением и готовы к самоосознанию. Деятельность мудрецов или думающих людей это темная ночь для тех, кто поглощен интересами материального мира. Вследствие своего невежества в области самоосознания, материалистически настроенные люди такой ночью спят. Мудрый, углубленный в себя человек бодрствует ночью, когда материалисты спят. Ночь это когда люди спят, а день это когда они бодрствуют. Так мы обычно понимаем день и ночь. И материалистичные люди спят в том, что касается духовного осознания. Поэтому мы видим, что на самом деле деятельность, которой занимается материалистичный человек днем это ночь. Духовный человек видит, что эти люди получили возможность заниматься самоосознанием в этой человеческой форме жизни. Но они просто тратят эту жизнь на сон. А материалисты думают, эти молодые ребята в сознании Кришны, они оставили все и поют Харе Кришна. Что это за вздор? Они просто спят таким образом, проводят свою жизнь впустую. Понимаете, в понимании материалиста эта деятельность является ночью или сном. а для человека осознавшего себя их деятельность является сном. Понимаете? То есть прямо противоположно. Они думают, что человек в сознании Кришны тратит свое время, а человек сознающий Кришну думает, что они тратят свое время. Таково положение. Предложи. Мудрецы находят трансцендентное удовольствие в постепенном развитии духовной культуры, тогда как человек, занимающийся материальной деятельностью и остающийся слепым в науке самоосознания, погруженные в сон, грезят различных чувственных удовольствиях. Да, они просто грезят, предаются мечтам. Вот сейчас я сделаю это, потом я сделаю вот это, потом я сделаю вот это, потом я убью вот этого своего врага, потом я сделаю вот это, и они планируют таким образом. Предложи. Такой человек грезит различных чувственных удовольствиях, иногда испытывая радость, иногда горе. Само человек, безразличен к материалистичному счастью или страданию. Да, такой человек, самоуглубленный человек, стремящийся к самопознанию, очень хорошо знает, если в будущем мне предстоит построить какое-то большое здание, я могу построить огромный небоскреб, он думает так, но поскольку он погружен в свое «я», в духовное, он знает, что я буду делать со всем этим, ведь как только я уйду отсюда, как только я оставлю это тело, все останется здесь, и я приму другую форму, и начнется другая жизнь. И вот это означает внутреннее созерцание. Материалист не может понять, что их ждет в будущем. Такие люди думают, что тело — это все, что есть, все ограничивается телом. У нас есть это тело, и когда оно умирает, для нас все заканчивается. Мы уже обсуждали эти вопросы. На самом деле, это не так. Прежде всего, в этом процессе самоосознания мы должны понять, что душа вечно, она не уничтожается даже после уничтожения этого тела. Таково начало самоосознания. Но такие люди не понимают этого. Их это не волнует. Поэтому они спят. В этом их плачевное состояние. Продолжай. Такой самоуглубленный человек продолжает заниматься самоосознанием, не обращая внимания на материальные условия. Стих 70. Удовлетворение может достичь лишь тот, кого не беспокоит непрерывный поток желаний, подобный рекам, впадающим в вечно наполняемый, но всегда спокойный океан. И нет мира тому, кто стремится удовлетворить свои желания. Итак, материалистичный человек имеет какие-то свои желания. Предположим, он занимается бизнесом, получает какие-то деньги. И он удовлетворяет свои желания материалистичным образом. Но человек, сознающий Кришну, может делать то же самое. И он тоже составляет какие-то планы. Но он выполняет деятельность в сознании Кришны. И вот эти два типа деятельности не находятся на одном и том же уровне. Продолжай. Стих 71. Человек, который отказался от всех стремлений к чувственному удовлетворению, кто живет свободным от желаний, кто не считает, что он владеет чем-либо, и кто не имеет ложного эго, только такой человек может обрести истинное спокойствие. Да. Человек, который отказался от всех стремлений к чувственному удовлетворению. Нам не нужно убивать наше желание. Как вы можете убить его? Желание — это постоянный спутник живого существа. Это признак жизни. Поскольку я живое существо, вы живое существо, у вас есть желание, у меня есть желание. Не то, что этот стол. Стол безжизнен, поэтому у него нет желания. Стол не может сказать, «Я уже так много месяцев стою здесь, пожалуйста, передвиньте меня куда-нибудь в другое место». Нет. У него нет желаний. Но если я буду сидеть здесь в течение трех часов, я начну говорить, «О, я так устал, пожалуйста, отведите меня куда-нибудь в другое место». Итак, у нас должны быть желания, потому что мы живые. Но мы должны изменить направленность этих желаний, занять их в чем-то другом. Если мы используем наше желание ради чувственного наслаждения, то это материально. Но если мы направляем свои желания на деятельность для Кришны, в этом случае мы освобождаемся от всех желаний. Таков критерий. Стих 72. Таков путь духовной и благочестивой жизни, встав на который, человек уже не подвластен заблуждению. Если человек находится в таком состоянии в смертный час, он войдет в Царство Бога. Комментарий. Сознание Кришны или Святой Жизни можно достичь сразу, в один миг, но можно не достичь этой стадии, прожив и несколько миллионов жизней. Несколько раз уже задавали этот вопрос. Но когда же я стану сознающим Кришну? И я отвечал. Это можно сделать за одну секунду. И здесь объясняется то же самое. Продолжай. Все дело в понимании и признании этого факта. Хатванга Махарадж достиг этой ступени жизни всего за несколько минут до смерти, вручив Себя Кришне. Нирвана означает окончание процесса материалистической жизни. Согласно философии буддизма, в конце материальной жизни лишь пустота. Но Бхагавадгита учит иному. По завершении материальной жизни начинается истинная жизнь. Грубые материалисты думают, что эта материальная жизнь просто заканчивается. Те же, кто духовно развит, знают, что после окончания жизни в материальном мире будет иная жизнь. Тот, кому в этой жизни посчастливится, обрести сознание Кришны сразу же достигает стадии Брама-Нирвана. Между Царством Господа и предным служением Господу разницы нет. Так как оба эти состояния находятся на абсолютном уровне, то трансцендентное любовное служение Господу означает достижение Духовного Царства. В материальном мире деятельность ведется для чувственного удовлетворения, тогда как в Духовном мире она ведется в сознании Кришны. Поэтому достижение сознания Кришны даже в этой жизни — это мгновенное достижение Брамана. Тот, кто пребывает в сознании Кришны, уже действительно вошел в Царство Господа. Шила Бхакти-Венода Тхакур подвел итог второй главе Бхагавадгиты, назвав ее сутью всей книги. В Бхагавадгите рассматриваются такие темы карма-йога, гьяна-йога и бхакти-йога. Во второй главе были подробно обсуждены карма-йога и гьяна-йога, а также была затронута бхакти-йога. То есть, все три вида йоги, о которых говорится в этой книге. Так заканчивается комментарий Бхакти-Веданта ко второй главе Шрима Бхагавадгиты под названием «Обзор Бхагавадгиты». Спасибо. Какие-нибудь вопросы? Тамал Кришна, мне всегда было непонятно это. Здесь говорится, что такой чистый предник, как Харидас Тхакур, не пал жертвой Майя Деви, когда она пыталась соблазнить его. Но даже Господь Брама и Господь Шива могут упасть. Но я всегда думал, что они чистые преданные, Господа. Правопада, они чистые преданные, но они являются гуна-аватарами. Например, Господь Брама — это высшая личность в этой материальной вселенной. Он — отец всех живых существ. Конечно же, если мы будем рассматривать этот вопрос очень подробно, Харидас Тхакур в своем преданном служении занимает более высокое положение, чем Брама, хотя он считается инкарнацией Брамы. Это Брама-Харидас. Таким образом, мы не должны приходить в беспокойство, когда мы видим, что Господь Брама или Господь Шива оказываются в таком положении. Мы просто должны принять этот урок, понять, что если даже Господь Брама и Господь Шива иногда становятся жертвами Майи, что же говорить о нас. Поэтому мы должны быть очень и очень осторожны. Даже в положении Брамы и Шивы есть возможность падения, что и говорить об обычных людях. Поэтому мы должны очень строго придерживаться сознания Кришны, как Харидас Тхакур. и тогда мы очень легко сможем преодолевать искушения Майи. Вот это следует понимать из таких примеров. А не то, что Брама проявил таким образом свою слабость, и поэтому он какой-то слабый или ниже, чем мы думали о нем. Нет, все это для того, чтобы мы извлекали уроки из этого. Сначала его вопрос. Говорится, что как только вы достигаете Господа, как только вы возвращаетесь к Кришне, вы больше не падаете. Но также говорится, что мы изначально пришли оттуда. Если мы пришли оттуда, почему же говорится, что мы упали, если мы уже были там? Да. Например, такие личности, как Брама и Шива, также иногда становятся жертвами Майи. Эта возможность падения остается у нас всегда. Эта возможность. И поскольку мы неотъемлемые частицы Бога, и поскольку сейчас мы находимся в материальном мире, следует понимать, что мы упали. Но вы не можете исторически проследить, когда вы упали. Это невозможно. Но наше положение это пограничное положение. Мы можем упасть в любую секунду. У нас есть такая тенденция. Поэтому говорится, что мы находимся в пограничном положении. Это очень просто понять. Например, каждый подвержен болезням. Не так ли? Когда вы заболеваете, нет смысла выяснять, когда вы заболели. Сейчас вы больны, и вы должны лечиться. Вот и все. Точно так же сейчас мы находимся в материальных условиях жизни. просто продолжайте лечиться, и когда вы излечитесь, будьте осторожны и не падайте снова. Но возможность упасть, возможность снова заболеть остается. Не нужно думать, что поскольку вы однажды излечились, вы не сможете заболеть снова. Эта возможность остается. Поэтому мы должны быть очень осторожны. Вирабадра, в Бхагавадгите на странице 41 написано, что Брама это второй духовный учитель. А я думал, что все духовные учителя живут вечно. Но ведь Брама это не живет вечно. Да, мы живем вечно. Мы не умираем, когда мы меняем тела. Ты живешь вечно, я живу вечно. Смерть это когда мы просто меняем свое тело. Вот и все. Например, ты меняешь одежду. Ты меняешь одежду, но это не означает, что ты умираешь. Точно так же перемена тела не означает смерть. Или когда вы появляетесь в другом теле, это не означает, что вы рождаетесь. Ведь для живого существа нет ни рождения, ни смерти. Но пока мы находимся в этой материальной обусловленности, мы меняем тела. И это считается рождением смертью. Хотя на самом деле не существует ни рождения, ни смерти. Матхудвиша, есть ли какая-то планета для тех, кто поклоняется Господу Будде? Если кто-то поклоняется Господу Будде, как они говорят, Бхакти Гана, то есть с каким-то оттенком предного служения, по отношению к Господу Будде? Существует ли какая-нибудь планета, куда отправляется этот человек, где находится Господь Будда? Пропады. Да, это нейтральное состояние. Это не планета. Это пограничное положение между духовным миром и материальным. Но живое существо должно будет вернуться обратно. если живое существо не входит в духовное небо и не занимает свое положение на одной из духовных планет. Например, вы летите в небе, вы летите в космосе, если вы не приземляетесь на какой-то планете, вы вынуждены будете вернуться. Вы не можете постоянно летать в пространстве. это невозможно. Это нейтральное состояние, когда вы не на этой планете, не на той планете. Вы просто болтаетесь в пространстве. Как долго вы будете болтаться или парить? Вы должны принять где-то прибежище. Если вы не приняли прибежище на высших планетах в каком-то высшем положении, тогда вы должны будете вернуться обратно. Можно повторить тот же самый пример. Скажем, кто-то вылетает в открытый космос. Иногда мы знаем, эти спутники летают в космосе, и люди думают, о, они так высоко залетели, так высоко. Но они никуда не залетели. Они должны будут вернуться обратно. Так что это бессмысленно хлопать ему, что он так высоко забрался. Какой смысл так высоко забираться, ведь в следующий момент вы вернетесь обратно. Вы не сможете войти на другую планету. И как может помочь вам этот аппарат, этот спутник, или эти самолеты? Ведь вы должны будете вернуться снова. Вы упадете где-нибудь в Атлантический океан, или в Тихий океан, и кто-то подплывет к вам и заберет вас. Понимаете, вот таково и философия пустоты означает парить в небе и гордиться. О, я так высоко забрался, так высоко забрался. Этот глупец не знает, как долго он сможет оставаться на этой высоте. Понимаете? Он вынужден будет вернуться, потому что его привлекает майя. Он должен будет вернуться. Есть такой стих «ЕньЕ Равиндакшай Вимуктаманинас». это молитва прохлада Махараджа. Он говорит, «Мой дорогой лотосалки Господь Аравиндакша, ЕньЕ, некоторые люди третьего класса очень гордятся тем, что они якобы закончили эту материальную жизнь, достигли этой нирваны или эти имперсоналисты. Вимуктаманинас. Вимуктаманинас. Это означает, что они просто заблуждаются, когда они думают, что избежали ловушек майи. Они заблуждаются. Вимуктаманинас. Например, если вы думаете, я владелец этого города Лос-Анджелеса, разве вы не заблуждаетесь? Предположим, кто-то думает, теперь я достиг нирваны или я слился со Всевышним. Вы, конечно, можете думать так, но эта майя очень сильна. Вы можете возгордиться от такого ложного престижа. Вимуктаманинас. Бхагаватам утверждает, твоя стабава да вишутха буддхая. Поскольку они не искали твоих лотосных стоп, их сознание нечисто. Они думают, я некто очень важный. А вишутха буддхая. Их разум, их сознание не очистились. Поэтому аруя киричейна занимаются очень суровой практикой. Например, буддисты. Те, кто сейчас буддисты, они не практикуют, это другое дело. Но Господь Будда сам показал, что это за правила и предписания. Он оставил все, и он просто занялся медитацией. Кто сейчас делает это? Никто этим не занимается. И первое условие Шанкарачарьи было таково. Сначала прими саньясу, и потом уже говори о том, что ты стал нарайной. А кто сейчас принимает саньясу? Они просто обманывают себя, занимаясь этими размышлениями. На самом деле их разум нечист, их сознание нечисто. Поэтому, несмотря на все такие усилия, результат аруя киричейна парам, хотя они поднимаются очень высоко, скажем, на 25 тысяч миль или миллионов миль в высоту. Они не находят никакого прибежища ни на планете Луна, ни на какой-то еще планете. И они возвращаются вновь в свой город Москву или в Нью-Йорк-Сити. Вот и все. Такие примеры. Когда они поднимаются высоко в космос, они делают снимок и потом говорят, о, это планета Земля такая зеленая и такая маленькая. Я обгонял день и ночь и за один час я три раза видел день и ночь. И мы говорим, ну, хорошо, хорошо, а теперь, пожалуйста, возвращайтесь обратно. Вот и все. Майя так сильна. Она будет говорить, да, очень хорошо, вы очень продвинулись в научном знании, но, пожалуйста, теперь возвращайтесь обратно. Давайте сюда, но смотрите, осторожнее, не свалитесь в Атлантический океан. Вот и все. И тем не менее, они задирают нос, они говорят, о, мы совершаем такой прогресс, в ближайшие 10 лет вы уже сможете покупать билеты на Луну или покупать землю на Луне. Знаете, в России они продавали землю на Луне и они рекламировали «Вот, Московское море, мы водрузили наш флаг в этом море». Такая пропаганда. Они не могут попасть даже на самую ближайшую планету, что я говорила о духовном небе. «Если вы действительно серьезно собираетесь попасть в духовное небо на Вайкундхалоку, тогда примите этот простой метод воспевания Харе Кришна. Вот и все». Гость задает вопрос. «Мне интересует атеизм». Рупада продолжает. «Это дар Господа Чайтани, намо маха ваданяя». Поэтому Рупа Госвами сказал, «Ты самый величайший из всех великодушных, потому что ты предлагаешь величайшее благословение. Кришна према продает это. Ты даешь любовь к Кришне, благодаря которой я смогу подняться в царство Кришны». Это величайший дар человеческому обществу. Но глупцы не понимают этого. Что я могу сделать? «Дави Хеша Гунамай». Майя очень сильна. Если мы говорим людям, «Вот маленькая книга, легкое путешествие на другие планеты». Возьмите. Они не берут ее. Они составляют планы, как попасть на другие планеты с помощью спутников, что невозможно. Вы не можете попасть туда. Это наша обусловленная жизнь. Обусловленность означает, что вы должны оставаться здесь. Вы должны оставаться здесь. Кто позволит вам попасть на другую планету? Лекция по Бхагавадгиде, как она есть, прочитанная его божественной милостью, Ачибхактивиданта Свами Прабхупады, 2 декабря 1968 года в Лос-Анджелесе. Говинди. Говиндзи. 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 Бога Говинди. Вот чем мы занимаемся. И каков результат этого поклонения Говинди? Например, сейчас люди пытаются попасть на Луну, но эти попытки очень незначительны. Даже если они попадут на Луну, они не получат от этого большого блага, потому что ученые говорят, что на Луне температура 200 градусов ниже нуля. Мы не можем выносить холодный климат даже на этой планете. Так как же мы сможем находиться на Луне, даже если мы попадем туда? А Луна это самая ближайшая планета к нам. Существуют также миллионы других планет. И ученые говорят, что для того, чтобы добраться до самой высшей планеты, вам потребуется 40 тысяч лет. И кто собирается жить 40 тысяч лет для того, чтобы слетать туда и потом вернуться обратно? Все это практические трудности, с которыми мы сталкиваемся, и поэтому мы называемся обусловленными душами. Наша деятельность обусловлена, она не свободна. Но вы можете достичь свободной жизни. Жизни, в которой бесконечно много энергии, бесконечно много счастья, и бесконечно много блаженства. Это возможно. Это не какие-то сказки или фантастика. В этой Вселенной мы видим так много планет. У нас есть так много летательных аппаратов, но мы не можем добраться даже до самой ближайшей планеты. Мы настолько ограничены. Но если мы поклоняемся Говинде, тогда это вполне возможно. Тогда вы можете попасть куда угодно. Мы написали обо всем этом в нашей маленькой книге, которая называется «Легкое путешествие на другие планеты». Это возможно. Не думайте, что существует только эта планета, и все. Другого ничего нет. Существуют миллионы, много-много миллионов других замечательных планет. И там уровень счастья, стандарт наслаждения, во много раз больше, чем то, как мы наслаждаемся здесь. Итак, как же это возможно? Я прочитаю вам из седьмой главы Бхагавадгиты, которая была рассказана самим Говиндой. Бхагавадгита, седьмая глава. Господь Кришна говорит, Здесь также объясняется слово «йогам». Что за йогу Кришна рекомендует? Майя-сакта-мана. Постоянно держать ум сосредоточенным на Кришне. Говорится об этой системе йоги. Это сознание Кришны является системой йоги. В наши дни люди сосредотачивают свой ум на какой-то пустоте, на чем-то безличном, согласно своим собственным представлениям. Но настоящий процесс — это сосредоточение ума на чем-то. Но если это будет пустота, тогда нам будет очень сложно сосредоточивать свой ум на этом. Это также объясняется в Бхагавадгите в 12 главе. Те, кто пытаются медитировать на нечто безличное или на пустоту, им гораздо сложнее, чем тем, кто медитирует на верховную личность. Вот объясняется. Почему? Авиактахи гатир дукхам дехавадбир авапяте. Мы не можем сосредотачивать свой ум на чем-то безличном. Если вы думаете о своем друге, если вы думаете о своем отце, матери или о ком-то, кого вы любите, вы можете думать об этом часами. Но если у вас нет никакого объекта, на котором вы можете сосредоточить свой ум, тогда вам будет очень сложно. Но людей сейчас учат концентрироваться на какой-то пустоте или на чем-то безличном. И комментируя этот вид йоги, Кришна говорит здесь «Майя сакта мана». Если ты попытаешься сосредоточить свой ум на форме Кришны, это настолько красивая форма, он наслаждается с Радарани и своими спутниками. «Майя сакта мана парта йога». «Майя сакта мана парта». Если ты практикуешь эту йогу, Мадашрая, «Юнджан мадашрая». Вы должны практиковать эту йогу, и в то же самое время вы должны принять прибежище у Кришны, Мадашрая. Асрая означает «под моей защитой». Это и называется предание себя. «Если вы в трудные времена обращаетесь к своему другу и предаетесь этому другу, вы говорите, «Мой дорогой друг, ты такой великий, такой могущественный, такой влиятельный. Сейчас я в такой величайшей опасности. Я предаюсь тебе. Пожалуйста, защити меня». И вы можете обратиться таким образом к Кришне. Если вы предаетесь какому-то человеку в этом материальном мире, каким бы значительным этот человек ни был, он может отказать вам. Возможно, он скажет, «Я не способен предоставить тебе защиту». И это совершенно естественный ответ. Если вы в опасности и идете даже, пусть даже к самому близкому другу и говорите, «Пожалуйста, защити меня», он может отказать, потому что его власть, его могущество очень ограничено. Прежде всего, он подумает, «Если я буду защищать этого человека, не пострадают ли мои интересы?» Он будет думать таким образом, потому что его возможности ограничены. Но Кришна настолько замечателен, Он настолько могуществен, настолько богат. Он заявляет в Бхагавадгите каждому, «Сарва-дарман паритяджа, мамы кам шарнам вража». «Оставь все, просто предайся мне». И каков результат этого? «Ахам твам сарва-папа бьё, мокша и шьями». Я освобожу тебя от всех реакций твоей прошлой греховной жизни. В этом материальном мире все, что мы делаем, это греховные действия. Существует действие и реакция на это действие. Что бы вы ни делали, существует действие и противодействие, реакция. Даже если это хорошая реакция, все равно это греховно. Все равно это греховно. Например, в соответствии с ведической литературой благочестивая деятельность, результаты благочестивой деятельности Джанмай Шварья Шрута Шриби. Предположим, в своей жизни вы не совершаете ничего греховного. Во всех отношениях вы очень благочестивый человек. Вы щедрый, вы благонамеренный. Все это замечательно. Но Бхагавадгита утверждает, что это карма бандхана. Если вы даете кому-то пожертвование, скажем, какое-то количество денег, вы должны будете получить эти деньги в четыре раза, в пять раз, или в десять раз больше в следующей жизни. Это факт. И башнавская философия утверждает, что это также греховно. Почему это греховно? Потому что вы должны будете принять рождение, еще одно рождение, чтобы получить вот этот долг, увеличенный в несколько раз. И это греховно. Предположим, вы рождаетесь в очень богатой семье. И те беспокойства, которые вы испытываете в очреве матери, точно такие же, как если вы вы родились в какой-то другой семье. Неважно, благочестивый вы человек или неблагочестивый. Когда вы попадаете в очреве матери, вы ощущаете те же самые беспокойства и ту же самую боль. Белый вы или черный, индийц вы или американец, кошка вы или собака, или кто-то еще. Джанмамритю Джаравьетхи Духха Дошану Даршанам. Беспокойства, связанные с рождением, смертью, болезнями и старостью, повсюду одни и те же. Не нужно думать, что если вы рождаетесь в очень богатой семье, у вас будет иммунитет от болезней. Не нужно думать, что вы не состаритесь. Не нужно думать, что вы будете ограждены от беспокойств, связанных с рождением или от беспокойств, связанных со смертью. и необходимо очень ясно понять эти вещи. Но люди стали настолько неразумными, что они не заботятся об этом. Они думают, смерть, но ничего, пускай приходит. особенно в наше время, люди так часто убивают детей в очревах матерей. Так часто. Почему? Потому что люди настолько запутались в греховной деятельности, что ребенок даже не может родиться из чрева матери. Он попадает в очрево какой-то матери и его убивают. Он попадает в очрево другой матери и его снова убивают. И таким образом он даже не может увидеть света. Видите? И так, когда вы попадаете в очрево матери и потом снова умираете, устареете, болеете, и все это не очень приятно. Богатый вы человек или вы бедный человек, вы должны переживать все эти беды материального существования. Любой, кто приходит сюда в материальный мир и получает это материальное тело, должен переживать все эти проблемы. Может быть, вы американцы, самая богатая нация в мире. Но это не значит, что вы не болеете, не стареете, не рождаетесь и не умираете. И разумный человек тот, кто может найти решение этим проблемам. Такой человек разумен. Другие же занимаются латанием дыр. Они просто латают дыры, пытаясь решить проблемы материальной жизни. Хотя они не способны на это. Это невозможно. Если вы хотите решить проблему материального существования материальным образом, вы не сможете сделать это. Об этом также ясно говорится в Бхагавадгите. Дайвихешагунамайи мамамайя дураттая. Дайвихешагунамайи Мы на практике видим, кто мы такие. И наши попытки покорить законы материальной природы очень незначительны. Это просто пустая трата времени. Вы не можете стать счастливыми, покорив материальную природу. Сейчас наука изобрела так много разных вещей. Например, самолет. Обычно, чтобы добраться до вашей страны, требуется несколько месяцев. Но с помощью самолета мы можем прилететь сюда за одну ночь. Конечно же, все это преимущество, но вместе с этими преимуществами возникает так много разных неудобств. Когда вы летите на самолете в небе, вы знаете, что вы посреди опасности. В любой момент может произойти катастрофа. вы можете упасть в море, можете упасть куда угодно. Так что это не очень-то безопасно. И точно так же любой метод, любую вещь, которую мы изобретаем, пытаясь покорить законы материальной природы, вместе с этим мы получаем целый ряд опасных последствий таков закон природы. Но это не тот путь, как мы можем выбраться из этих оков материальной жизни. Настоящий путь это прекращение этих четырех функций обусловленной жизни. Четыре функции обусловленной жизни означают рождение, смерть, старость и болезнь. В действительности «Я — духовная душа». Это объясняется в самом начале Бхагавадгиты. Там говорится, что духовная душа никогда не рождается и никогда не умирает. Она продолжает существовать даже после разрушения того или иного тела. Это тело всего лишь вспышка. Оно существует лишь несколько лет. Оно прекратит свое существование. Постепенно оно исчезает, увядает. Например, я — старик, мне 73 года. Предположим, я проживу 80 лет или 100 лет. Так вот, я уже умираю в течение 73 лет. Все заканчивается. Мне осталось жить всего лишь несколько лет. Итак, мы умираем с самого нашего рождения. Это факт. И Бхагавадгита дает вам решение этих четырех проблем. И здесь Кришна советует «Майя сактаманах партха йогам юнджан мадашэя». Если вы принимаете прибежище у Кришны, и если вы все время думаете о Кришне, ваше сознание будет погружено в размышления о Кришне, в постоянные размышления о Кришне. И Кришна говорит «Тогда результатом будет асамшиам самаграмам ядха гьяс яси тач хрину». Тогда ты в совершенстве поймешь меня. Несомненно. Все пытаются узнать кто такой Бог, какова природа Бога. Кто-то говорит «Бога нет», кто-то говорит «Бог мертв». Все это сомнения, но здесь Кришна говорит «Асамшая». ты избавишься от сомнений. Ты почувствуешь, ты в совершенстве познаешь, что Бог существует, Кришна существует, и что Он является источником всех энергий. Он изначальный Господь. Во всем этом ты узнаешь без всяких сомнений. прежде всего мы не прогрессируем в трансцендентном знании вследствие сомнений. Самшая. И можно устранить эти сомнения если мы развиваем истинное знание, истинное общение, если мы следуем настоящим истинным методам, тогда можно устранить эти сомнения. люди в сознании Кришны не идут за каким-то блуждающим огоньком, за фантасмагорией. Они на самом деле приближаются к реально существующему Верховному Господу. Как сказано в Брама-Самхите Чинтамани Пракарасадмасу. Существует планета, которая называется Чинтамани Дхама Галока Вриндауна. И в этой Дхаме, как говорится в Бхагавадгите Мат-Дхама Дхама означает его обитель. Кришна говорит, у меня есть обитель, определенная обитель. Как мы можем отрицать это? И что это за обитель? Это описывается в Бхагавадгите и во многих других ведических произведениях. Яд Гатвана Нивар Танте Таддхама Парама Мама. Здесь, если вы попадаете в какое-то место, на какую-то планету, даже если вы попадаете туда не с помощью спутника, а если вы рождаетесь там, например, сейчас мы попали на эту планету, но мы должны будем уйти с этой планеты. Вам не позволят оставаться здесь. Вы, американцы, это замечательно, но как долго вы будете оставаться американцами? Но эти люди не понимают этого. Вы должны будете уйти отсюда на какую-то другую планету, в какое-то другое место. Вы не можете говорить, нет, я останусь здесь, у меня есть моя виза, или мое постоянное гражданство здесь. Нет, это не поможет вам. в один из дней придет смерть и скажет, пожалуйста, выходите. Нет, ну, господин, у меня так много дел здесь. Нет, наплевать на твои дела. Выходи. Понимаете? Но если вы попадаете на Кришна-локу, Кришна говорит, яд гатвана-нивартанте, вам не нужно будет возвращаться сюда вновь. Яд гатвана-нивартанте, таттама-парамамама. Здесь тоже Дхама-Кришна, потому что все принадлежит Богу, Кришне. Никто другой не является владельцем этого. И то, что люди заявляют, эта земля Америки принадлежит нам, это Соединенные Штаты, это ложные заявления. Она не принадлежит ни вам, ни кому-то другому. Несколько лет назад, 400 лет назад, эта земля принадлежала краснокожим индейцам. Но так или иначе, сейчас вы заняли эту землю, и кто может сказать, что через какое-то время не придут сюда другие и не займут ее. Так что все это ложные притязания. На самом деле все принадлежит Кришне. Кришна говорит, Сарва Лока Махешфарам, Я высший владелец, высший управляющий всех планет. И все принадлежит Ему. Кришна говорит, что все принадлежит Ему. Кришна говорит, что все принадлежит Ему. И все это означает Его Дхама, Его обитель. Так почему мы должны изменять что-то здесь? Но Он говорит, Ядгатва на Нивартанте, это Дхама Парамам. Парамам означает высшее. Это тоже Дхама Кришна. Это тоже планеты Кришны. Но здесь эти планеты не являются Парама, высшими. Здесь существует беспокойство. Например, рождение, смерть, старость, болезнь. Но если вы вернетесь в личный обитель Кришны, Нагалаку Вриндавану, Чинтама Нитхаму, тогда вы обретете вечную жизнь, блаженную жизнь, жизнь, полную знания. И как можно получить это? Здесь сначала Кришна говорит Майя Сакта Мана. Вы должны просто усилить свою привязанность к Кришне. Всего лишь это. Такой метод. И все, что мы делаем, поем, слушаем, танцуем, наслаждаемся всем этим. Зачем? Просто, чтобы уйти в жизни от всей этой чепухи, от всего этого вздора и привязаться к Кришне. Таков вот этот процесс. Это сознание Кришны. Вы должны привязать свой ум к чему-то. Ваш ум в любом случае привязывается к чему-то. Но если вы привязываете свой ум к какой-то чепухе, тогда... Джанмамритю Джаравьедхи. Тогда все то же самое. Рождение, смерть, старость и болезнь. Тогда вы должны будете страдать. Ни ваша материальная наука, ни что-то другое. Ничто не может положить конец этим страданиям. Но если вы хотите настоящего решения, решения, которое навсегда положит конец этим проблемам жизни, тогда вы должны привязаться к Кришне. Это простой метод. Майя-сакта-манах-партха. Это совершенная форма йоги. Все другие виды йоги могут помочь вам прийти к этому уровню сознания Кришны. Но если вам не удается достичь этого уровня, то есть сознания Кришны, тогда все эти аскезы, которые вы совершали, будут бесполезным трудом. Сейчас это невозможно. Если вы принимаете этот медленный процесс йоги, в этот век это невозможно. И не только в этот век. Пять тысяч лет назад так же. Это было невозможно. Вы можете совершать свои гимнастические подвиги, но вы никогда не добьетесь успеха в этом. Этот процесс йоги, как подтверждает это Кришна в прошлой главе, сейчас мы читаем седьмую главу, в шестой главе он говорит то же самое. Йоги-нама-аписарвиша. Самый лучший йог это тот, чей ум всегда привязан ко мне, Кришне. Таково сознание Кришны. Попытайтесь понять сознание Кришны. И просто так или иначе практикуя это, вы привязываетесь к Кришне. Так или иначе. Ена-те-на-прокараве. Каким-то образом. Так или иначе вы пытаетесь получить объект своей любви, если вы любите кого-то. это не очень сложно. Мы знаем определенную тактику, разные методы. Даже животные знают, как последовательно и разумно доставать необходимые им вещи. Борьба за существование означает, что каждый пытается получить желаемый объект. Существует так много разных тактических методов. И вы также, вместо того, чтобы гнаться за этим материальным призрачным видением, попытайтесь каким-то тактическим методом захватить Кришну. Это сделает вашу жизнь успешной. Каким-то образом. Попытайтесь. Ена-те-на-прокарана мана Кришна не вышает. Существует в сознании Кришны так много разных предписаний. В этом процессе так много разных правил. Я ввожу одно правило за другим понемногу. Но для тех, кто практикует это сознание Кришны в Индии, существует так много разных правил и предписаний. Кто-то говорит, кто-то здесь говорит, Свами же очень консервативен, у него так много правил и предписаний. Но на самом деле я не ввел еще и одного процента. Потому что в вашей стране невозможно ввести все эти правила и предписания. Моя политика такова следовать по стопам Рупа Госвами. Он говорит, что так или иначе, прежде всего нужно привязать людей к Кришне. А правилам и предписаниям они начнут следовать потом. Прежде всего пусть человек привяжется к Кришне. Такова это йога. Кришна объясняет. Майя, сакта, монах, партха. Итак, попытайтесь привязаться к Кришне. И почему бы вам не привязаться к Кришне? В сознании Кришны так много замечательных вещей. У нас есть разные виды искусства, живопись, танец, музыка, самая лучшая пища, самая лучшая одежда, самое лучшее здоровье. Все у нас самое лучшее. Только глупый негодяй не привлечется этими первоклассными вещами. И в то же самое время это просто. Какова причина, почему человек может не привязаться к этому процессу? А причина в том, что он первоклассный негодяй. Вот и все. Я говорю вам откровенно, пусть любой человек приходит и поспорит со мной, что он не первоклассный негодяй, то, что он не принимает сознание Кришны. Я докажу ему, что он первоклассный негодяй. Итак, не будьте такими первоклассными негодяями. Станьте первоклассными разумными людьми. Как автор Чайтани Чаритамрита говорит, Кришна Ябаджасы Ябада Чатура. Любой, кто принял сознание Кришны, это первоклассный разумный человек. Так что не будьте первоклассными глупцами. Станьте первоклассными разумными людьми. Такова моя просьба. Большое спасибо. Какие вопросы? вопросы? Вчера пришло так много студентов, а сейчас никого. Потому что они хотят оставаться первоклассными негодяями, вот и все. Это факт. Если человек не является очень разумным, он не может принять сознание Кришны. Они хотят, чтобы их надували, обманывали таким образом, другим образом, вот и все. Это очень просто. И результат очень плачевен, то, что они не соглашаются принять. Вишнуджана, есть так много историй о том, как Господь Читания обращал многих негодяев. Просто благодаря его присутствию они начинали воспевать Харе Кришна. Как мы можем получить его милость, чтобы мы могли побуждать людей вокруг нас воспевать Харе Кришна. Если вы искренне воспеваете эту мантру, тогда все станет ясно. Это процесс прояснения. Даже если у вас какие-то мошеннические, негодяйские идеи и негодяйское общение, это не имеет значения. Если вы просто воспеваете, практически каждый знает, что этот процесс воспевания является единственным методом, который может возвысить людей. таков метод воспевания и слушания. Слушайте лекции по Бхагавадгите и Шримад-Бхагаватам, пытайтесь понять это, воспевайте, исследуйте правилами предписания. Правила и предписания придут потом. Прежде всего, пытайтесь слушать и воспевать. Шримад-Бхагаватам-Свакатха-Кришна Пуня-Шрава-На-Кирхана. Любой, кто слышит Харе-Кришна, становится благочестивым. Просто благодаря этому слушанию он очищается. И в свое время он примет все остальное. Но люди думают, что это за пение Харе-Кришна? Если вы просто надуваете их, даете им какую-то кундалини-йогу и всякий другой вздор, они будут очень довольны в этом случае. Понимаете? Они хотят, чтобы их обманывали. И приходят какие-то мошенники и говорят, да, возьмите эту мантру, дайте мне 35 долларов, и через 6 месяцев вы станете Богом, у вас будет 4 руки. Итак, мы хотим, чтобы нас обманывали. Этот обман является одной из составляющих обусловленной жизни. Существует 4 недостатка обусловленной жизни. Один недостаток, то, что мы совершаем ошибки, другой недостаток, то, что мы считаем что-то чем-то, чем это не является. Например, совершать ошибки, это не очень сложно понять, каждый из нас знает, как мы совершаем ошибки, грубые ошибки, даже великие люди допускают какие-то промахи. много разных случаев среди политиков, они совершают маленькие ошибки или большие ошибки, великие ошибки. ошибаться свойственно человеку, есть такая поговорка, то есть, эти ошибки есть у нас, точно так же, как, например, мы принимаем что-то как факт, то, что фактом не является. Каким образом? Например, каждый в условной жизни считает, это тело, это и есть я, но я не являюсь этим телом. Это называется иллюзия, прамада. Самый лучший пример, когда человек принимает веревку за змею, он идет в темноте и на дороге лежит веревка. Вы думаете, это змея. Это самый лучший пример иллюзии, когда мы считаем что-то чем-то, чем это не является. Итак, этот недостаток является неотъемлемой частью обусловленной жизни. Нам присущи эти недостатки, совершать ошибки. И третий недостаток, то, что мы хотим обманывать и также мы хотим быть обманутыми. Мы очень опытны в том, как обманывать. Мы всегда думаем о том, как бы мне обмануть кого-то. Естественно, этот человек думает, как бы обмануть меня. Вся обусловленная жизнь это взаимоотношения обманщиков и обманутых. Вот и все. Это еще один недостаток. И четвертый недостаток, то, что наши чувства несовершенны. Поэтому все знания, которые мы получаем, является несовершенным знанием. Человек может измышлять что-то. Он может измышлять с помощью своего ума, но его ум несовершенен. Как бы он не измышлял, все, что будет исходить из его ума, это вздор. Вот и все. Потому что его ум несовершенен. И не имеет значения то, что вы добавляете еще тысячи нулей к своему нулю. Все равно нули останутся нулями, будет один ноль. Таков процесс измышлений, когда вы пытаетесь с помощью этого понять Всевышнего, это не что иное, как нуль. Поскольку нам присущи все эти недостатки в нашей обусловленной жизни, мы не можем прийти к настоящей жизни, это невозможно. Поэтому мы должны получить знания от личностей таких как Кришна и его истинный представитель. Это и есть настоящее знание. И тогда вы достигнете совершенства. Матхудвиши, Прабхупада, в чем разница между инкарнацией и аватарой? Аватар это и есть инкарнация. Аватар означает инкарнация. В вашем словаре инкарнация означает принимать какое-то тело. Верно? Конечно же существуют аватары различных уровней. Аватар означает тот, кто приходит. Настоящее слово это аватарана, то есть тот, кто нисходит. Аватар означает тот, кто приходит из высшей сферы, с высших планет. Это неживые существа из этого мира, из этого материального мира. Это живые существа из духовного мира. Они называются аватарами. И существуют различные уровни аватар. Шактявеши аватар, Гуна аватар, Лила аватара, Юга аватара. Так много разных. Аватар означает тот, кто приходит непосредственно из духовного мира. А инкарнация, это слово аватара переводится как инкарнация. Но я считаю, что настоящее значение слова инкарнация это тот, кто принимает тело. Так инкарнация, каждый принимает материальное тело, это есть инкарнация. Но аватару, существуют аватары Вишну и аватары преданных также. Существуют различные уровни аватар. Вы можете прочитать это в учении Господа Чайтани, которое сейчас выходит. Джай Гопал, в Бхагавадгите, как она есть, в четвертой главе написано, что Арджуна присутствовал тогда, когда рассказывал с Бхагавадгита полубогу Солнца много лет назад. Какое положение он тогда занимал? Он тоже присутствовал там, но он забыл об этом. А какое положение у него было? Ведь это произошло не на поле битвы Курукшетры. Какое положение он занимал тогда? Арджуна был помещен в это положение Верховной Волей Господа. В театре отец и сын каждый из них играет какую-то роль. Отец играет одного царя, а сын играет другого царя, его врага. Но на самом деле они просто играют эти роли. Точно так же Арджуна является вечным другом Кришны. Он не может находиться в иллюзии. Как он может находиться в иллюзии, если Кришна это его вечный друг? Но было необходимо, чтобы он попал в иллюзию, чтобы он сыграл роль обусловленной души, и чтобы Кришна объяснил ему все это, рассказал ему все. Он играл обыкновенного человека, поэтому все его вопросы были словно бы вопросами обыкновенного человека. Ведь к тому времени учение Гиты было утрачено. Это объясняется. И Кришна хотел вновь передать эту систему йоги Гиты. И кто-то должен спрашивать. Как например, вы спрашиваете, я отвечаю. Точно так же Арджуна, хотя он не должен был находиться в иллюзии, он стал играть роль обусловленной души. и он задал так много вопросов, Господь же ответил на них. Тамал Кришна, в Парупаде, когда я служу вам, иногда я чувствую себя замечательно, но когда я думаю, как плохо и несовершенно это служение, я чувствую себя ужасно. Какое из этих двух ощущений является правильным? ты чувствуешь себя ужасно? А когда ты чувствуешь себя ужасно? Когда я вижу все эти ужасные ошибки, которые я совершаю, это хорошо, когда мы признаем свои ошибки. Даже если нет никаких ошибок, это признак того, что наше служение искреннее. Например, сын очень любит своего отца, и отец очень любит своего сына. Если сын чуть-чуть захворает, отец уже думает, о, мой сынок может умереть, я буду разлучен с ним. Таков признак сильной любви. И не то, что сын вот сейчас уже умрет, нет, но все же отец думает таким образом. Это чувство разлуки. Понимаете, это хороший признак. Мы не должны думать, что мы делаем все очень хорошо. Мы должны думать, я не способен ни на что. Так что это неплохо. Мы никогда не должны думать, я совершенен. Потому что майя настолько сильна, как только вы становитесь немного самоуверенными, тотчас же майя нападает. Понимаете? Например, если человек болеет и очень внимательно принимает профилактические меры, то весьма мало шансов, что болезнь вернется снова. Так что это неплохо. Мы всегда должны думать таким образом, что может быть, я делаю все не очень-то хорошо, но мы должны исполнять свои обязанности очень хорошо, мы должны делать все, что в наших силах, однако мы никогда не должны думать, что мы делаем все очень совершенно, так что это хорошо. Тамал Кришна. А если майя схватила человека, то какой самый быстрый способ вернуться к Кришне? Всякий раз, когда майя соблазняет вас, просто молитесь Кришне. Пожалуйста, спаси меня, пожалуйста, спаси меня. Это единственный способ. И он спасет вас. Мы находимся в царстве майя, и здесь майя очень сильна. Но если мы очень крепко хватаемся за Кришну, майя ничего не может поделать с нами. Поэтому мы должны очень хорошо научиться, как крепко держаться за Кришну, и тогда не будет никакого падения. Мадудвиши. Парупада, когда мы воспеваем на Сан-Киртане, как лучше всего побудить толпу присоединиться к нашему воспеванию. Самое лучшее продолжать воспевать. Удовлетворить толпу не является вашей целью. Ваша цель удовлетворить Кришну, и тогда толпа автоматически будет удовлетворена. Мы не собираемся услаждать толпу, мы собираемся дать им что-то, дать им Кришну. Поэтому вы должны быть очень внимательными, вы должны смотреть, даете ли вы людям Кришну правильным образом. И тогда все будут удовлетворены. Ваша единственная целью должно быть удовлетворение Кришны. Тогда все остальные будут удовлетворены. Тасминтуштэ, джагаттуштэ. Если Кришна доволен, тогда весь мир удовлетворен. Если вы поливаете водой корень, тогда эта вода сама собой распространяется по всем частям дерева. Кришна это корень большого дерева. Если вы поливаете этот корень, если вы принимаете воспевание Харе Кришна и начинаете следовать правиловым предписаниям, тогда все будет в порядке. Какие-то другие вопросы? Джайгопал, является ли принятие просада одним из видов любовных взаимоотношений, когда мы принимаем пищу от того, кого мы любим? Да, вы предлагаете и принимаете. Вы раскрываете свою Кришне, и Кришна указывает вам направление, дает вам совет. Понимаете? Вы предлагаете что-то Кришне, вы говорите, Кришна, ты дал нам так много чудесных вещей, сначала попробуй ты, и потом мы будем есть. И Кришна будет удовлетворен этим. Кришна ест, но в то же самое время Кришна оставляет все так, как было. Пурна Кришна ест это, но Кришна настолько полон в себе, что Он оставляет все, как было. Люди даже не понимают эти вещи, то, что мы ничего не теряем, когда мы предлагаем что-то Кришне. Мы только выигрываем от этого. Когда Вы чудесно украшаете Кришну, тогда удовлетворяется Ваше желание смотреть на красивые вещи. И тогда Вас уже больше не будут привлекать так называемые красоты этого мира. Если Вы хорошо заботитесь о Кришне, чтобы Ему было удобно, тогда у Вас тоже будут все удобства. Если Вы предлагаете Кришне замечательную пищу, Вы тоже будете есть такую пищу. Например, если человек украшает свое лицо, он не видит, насколько оно красиво, но если он ставит перед собой зеркало, он видит, насколько красиво отражение его лица. Точно так же Вы являетесь отражением Кришны, человек создан по образу и подобию Бога. Если Вы доставляете радость Кришне, тогда Вы увидите, что Вы, то есть его отражение, Вы тоже счастливы. Кришна не нуждается в Вашем служении, чтобы быть счастливым. Он полон сам в себе, но если Вы пытаетесь доставить Кришне радость, тогда Вы сами будете счастливы. таково движение сознания Кришны. Итак, старайтесь замечательно украшать Кришну, старайтесь предлагать Ему самую лучшую пищу, предоставлять Кришне все возможные удобства, и таким образом Вы будете получать все то, что Вы предлагаете Ему. Так же это сознание Кришны. Материальная болезнь, материальную болезнь можно сравнить с собачьим хвостом. Собачий хвост обычно вот такой крючком. Как бы Вы не намазывали его мазью и не пытались выпрямить его, он все равно возвращается в свою исходную форму. И вот эти люди желают материального наслаждения. Они говорят, если Свамиджи может предложить нам материальное наслаждение, продав нам по дешевой цене какую-нибудь мантру, тогда мы придем. Но когда Свамиджи говорит, нет, все это мошенничество, приходите к Кришне. Они думают, это не очень хорошо, это не очень хорошо. Потому что они хотят сохранять свой хвост таким, крючковатым. Как бы Вы не намазывали его мазью, все равно он приобретает крючковатую форму. Такова их болезнь. Они желают материальных вещей, вот и все. Они говорят, если с помощью мантры, с помощью каких-то трюков мы можем усилить наше материальное наслаждение, о, тогда это очень замечательно. Давайте принимать наркотики, давайте пребывать в раю дураков и думать, я в духовном мире. Они хотят этого, они хотят оставаться в раю дураков, но когда мы предлагаем им настоящий рай, они отвергают это. Хорошо, воспевайте. Редактор субтитров А.Семкин